Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых важных датчиков для умного дома – датчики утечки воды. По моему мнению, этот датчик стоит в одном ряду с такими датчиками, как обнаружение дыма и утечки газа, и относится к так называемым аварийным устройствам. Я считаю, что такие датчики должны быть в каждой конфигурации умного дома. Герой сегодняшнего обзора относится к классу Tuya Smart. Это значит, что он не дружит с шлюзами Xiaomi и Acara и не добавляется в Mi Home. Для него есть своя, одноименная система управления и свои шлюзы. Также он дружит с альтернативными ZigBee координаторами и добавляется в систему Home Assistant. Параметры. Модель Blitzwolf BV-IS5. Интерфейс ZigBee. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Класс защиты корпуса IP66. Питание, батарейка CR2032. Поставляется устройство в коробке с стандартным для этого производителя бело-зеленым оформлением и написанным большими символами номером модели. Внутри находится датчик протечки, свидетельство о прохождении контроля качества и небольшая инструкция на английском. Внешне датчик представляет собой таблетку диаметром около 5 и толщиной чуть более полутора сантиметров. На верхней части в центре находится прорезиненная кнопка сопряжения. Кстати, существуют полностью аналогичные по внешнему виду датчики для Tuya Smart, но без надписи Blitzwolf. Сзади находятся два металлических контакта, которые определяют наличие влаги на полу, а в центре находится отвинчивающаяся крышка батарейного отсека. Отсек достаточно глубокий, понадобится не один поворот крышки, чтобы ее снять. В транспортном состоянии между батарейкой и клеммой питания находится предохранительная вставка. Герой обзора практически идентичен своими размерами с датчиком протечки от Акара для экосистемы умного дома Xiaomi. Акара немного тоньше и более зализанная. Большое сходство и сзади, те же два контакта для обнаружения протечки и центральный батарейный отсек, который надо открывать при помощи монеты. С момента моего обзора про стартовый набор для умного дома Tuya Smart, кто не видел, ссылка в описании. Все Zigbee датчики этой системы я сначала тестирую в штатном приложении. Заходим в меню шлюза у меня от Alphavise и добавляем дочернее устройство. На датчике нужно зажать центральную кнопку, пока не начнет мерцать зеленый светодиод под ней. Сразу после подключения система предлагает провести тест, так как датчик относится к категории охранных или аварийных. После нажатия имитируется возникновение протечки. Датчик появляется в меню дочерних устройств Zigbee шлюза и в общем списке устройств. В случае, когда датчик обнаруживает протечку, в этой же строке отображается красный квадрат с датой и временем события. По нажатии на его строку попадаем в плагин датчика. Тут показывается состояние его батареи, а в центре статус, есть протечка или нет. Внизу, нажав на кнопку, попадаем в журнал, где будет перечень событий обнаружений и устранение утечек воды. Тест После попадания в воду на датчике загорается красный диод и практически мгновенно статус датчика меняется в его плагине, приходит пуш-уведомление. Также датчик может участвовать в автоматизациях, для которых у него есть два варианта события, состояние датчика протечки и уровень заряда элемента питания. Про батарейку я уже рассказывал в упомянутом обзоре, а для протечки есть события и обнаружения и устранения. Это пример автоматизации по обнаружению утечки. Тут действием выступают уведомления, но на практике нужно выбирать либо срабатывание световой или шумовой сигнализации, или сработку реле или управляемого крана. Уведомление будет приходить и без автоматизации. Все события будут храниться в журнале приложения. Еще один тест. Приложение Tuya Smart выполняется в фоновом режиме. При обнаружении влаги почти сразу появляется уведомление от него в виде значка в трее. Кликнув по нему, грузится окно с данными об аварии и плагин датчика. Для добавления в Home Assistant я использовал интеграцию ZigBee2MQTT. В официальном списке поддерживаемых устройств именно модели BVS5 нет, но есть аналогичные по виду и функционалу. Также, кстати, было и с датчиком температуры и влажности BVS4. Сначала я подключал к стику CC2538, но тут получилась неожиданная проблема. После запуска процесса интервью нового устройства, оно добавлялось в систему как неподдерживаемое, причем ни перезагрузка аддона, ни даже физическая перезагрузка стика по питанию не помогали. Я сделал не менее четырех попыток, но меня упорно отправляло писать свой конвертер. Тогда я перекинул датчик на тестовый сервер, чтобы заняться написанием конвертера для устройства, но датчик без проблем залетел в систему. На тестовом сервере используется другой стик CC2531, прошитый в Z-Stack 3 для поддержки ZigBee 3 устройств. Мне сложно объяснить точную причину, но хочу зафиксировать факт. На одну и ту же версию ZigBee 2MQTT со стиком CC2538 датчик не подключился, а на стик CC2531 залетел без проблем. Устройство имеет шесть параметров, которые сохраняются в его топике. В Home Assistant автоматически пробрасываются три основные – сенсоры уровня заряда и сигнала и бинарный сенсор протечки. Класс устройства определяется автоматически по его названию и имеет два состояния – сухо и влажно, в которые интерпретируются состояние бинарного сенсора включено и выключено. В SLS-шлюзе датчик поддерживается в прошивках, начиная с 5 октября 2020 года и позже. Включаем Join и после этого запускаем режим сопряжения, зажав клавишу на датчике. Ждем, пока пройдет интервью и новое устройство добавится в систему. Здесь устройство имеет пять параметров. Основные – те же, что и в интеграции ZigBee 2MQTT. Проверяем реакцию датчика на обнаружение воды. При попадании в нее датчик включается. А после того, как датчик достать из воды и протереть, он снова отключается. Это его базовое состояние. Home Assistant через SLS пробрасывается на одну сущность больше, чем в Z2M. Еще есть напряжение заряда на батарейке. А вот пример сценария, срабатываемого при обнаружении протечки. Это переход бинарного сенсора датчика в состояние включено. В Telegram отправится уведомление об аварии и время события. После этого на перечисленных ниже светильниках включается красный свет 100% яркостью. Второй сценарий. Этот триггер более конкретный. Не просто выключение, а именно переход из состояния включено в состояние выключено. Это позволит избежать ложных срабатываний. Далее. Уведомление в Telegram. После этого светильники переключаются в зеленый цвет и через 10 секунд выключаются. Текстовую версию автоматизации можно найти по ссылке в описании. По моему мнению, этот датчик ничем не лучше, ну и не хуже, чем датчик протечки от Акара. Поэтому какой покупать, если у вас система Home Assistant, смотрите просто по цене. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok